День рождения Припяти ушел в мир иной почетный гражданин города Славутича Владимир Григорьевич Щербина. Многие славучане запомнили его как первого директора объекта укрытия. Это были сложные и тяжелые годы, когда нужно было брать на себя ответственность, пожалуй, за самый опасный радиоактивный объект в мире. Тогда нужно было принимать решение быстро и правильно. Он очень много сделал во время ликвидации последствий аварии, потому что на него была возложена вся основная организационная работа по дезактивации первого, второго. Они еще грязные были. И третьего блока очень большая работа была в этом плане сделана им. По дезактивации всей площадки ЧС, для того, чтобы станция могла работать в допустимом режиме, будем так говорить. Он занимался строительством санпропускников. Вот те большие санпропускники, где электрически приходят. Очень большая работа. Ну, а дальше та работа, которую он организовывал, проводил, он, в общем-то, один из создателей объекта укрытия. Вот все это преобразование объекта укрытия начиналось с того, что объект, вот это был цех, четвертый блок он так назывался. Вот. Он сделал огромную работу по созданию, организации вот этого предприятия, объекта укрытия. А уж то, что он был очень общественным человеком, принципиальным. Я помню вот эти 87-й год, когда, знаете, протесты, закрыть Чернобыльской АЭС, закрыть Чернобыльской АЭС. Он ездил в Киев, там были такие митинги против ЧС. А он, знаете, большую смелость надо иметь, чтобы встать вот так, перед народом сказать, нет, все, надо было наработать, нет, это вот так вот и так далее. То есть, когда, ну, это же во всем мире были протесты против атомной энергетики, он был очень активным борцом за то, чтобы энергетик, который, в общем-то, при ее безопасной работе является, наверное, самой экологической. Все, что связано с именем Щербины, с его, знаете, вот принципиальностью, с его взглядами, он всегда находил нужное слово во время наших, как, вечеринок, или, как называть, вот, да, общих, там, отмечаний, когда мы отмечали какие-то праздники, вот, в компании. Это был заводил, это был тамада. Это представник уникального поколения, который строили и строили. Володимир Григорьевич Щербина – почесный гражданин города Славутича, почесный с великой буквы. Он является уникальным, яскравым представником саме этого поколения. Ему низкий уклін, усим-усим, тих, кого немає з нами сьогодні. И ему низкий уклін и вечна память. А живым, здоровичка и подовше пожити на цьому билому свете. И это доброволец. Вы знаете, что коллектив Чорнобильской станции формировался с представителей УССР, но исключительно на добровольной основе. Просили, пропонували, и кто принимал решение, ехали. И это не только уникальный коллектив, а еще и, если брать эту товарную продукцию до электроэнергии, после аварии было выпущено больше, чем до аварии. И сейчас побудованный конфаймент, и продолжаются работы. Тобто, и Володимир Григорьевич приехал добровольцем на Чорнобильскую станцию. Перший директор укриття. Складный объект. Ни где не почитаешь, как работать, что делать, какие организационные вещи. Он профессионально делал справа. Он настолько педант, профессионал, радиационной безопасности. Он не мог позволить себе, чтобы он был без перчаток, без каски, без одежи. Это был его пример, как нужно выполнять закон, выполнять инструкцию. Это очень важно. Это тогда было важно, это сегодня важно. А это Володимир Григорьевич Щербина. Еще хочу сказать, что он уже приехал до нас с величезной нагородой. Державной нагородой. Это не так просто было ее отримать. Это вынятки. Это премия Ради Министров бывшего Радянского Союза. А тут уже в Украине он стал лауреатом Державної премии Украины в галузе науки и техники. И это Володимир Григорьевич Щербина. Професионал, человек в особистом состоянии, человек в творчестве, человек в принципу. Не так просто. Он не погодживался. Когда он чувствовал правоту в чём-то своем, он никогда не погодживался. И этот диспут продолжался в наших заседаниях Громадской Ради с разведкой города Славутича. Я думаю, что история еще повернется до роли Громадской Ради. Это тоже уникальный механизм был объединения и разведки. И там яскравой личностью снова был Володимир Григорьевич Щербина. Я не могу не згадать и семью Володимира Григорьевича, и Розу Францевну, которая была очень сильной, классной, порядной профессиональной лекарой. И эта семья и осталась в городе Славутич. И Володимир Григорьевич остался до конца славутичанином с большой буквы. Я Владимира Григорьевича знал еще до того, как он стал директором объекта мукрытия, как он работал замглавного инженера по безопасности. То есть на самом тяжелом участке тогда, конец 80-х годов, когда безопасность, в первую очередь традиционная безопасность, была одной из самых тяжелых задач. И вот Владимир Григорьевич всегда был на этом самом тяжелом участке. И запомнился тем, что безопасность – это была не его должность, это было его призвание и твердое убеждение, которое он всегда сам лично выполнял все требования, всегда досконально, четко, и требовал этого же от других. И я думаю, что очень много хорошего и много пользы для людей, которые в результате этого не получили тех доз, которые они могли бы получить, если бы не было таких людей, которые душой болели за это очень тяжелое направление. И ставший, опять же, директором объекта укрытия, как самого радиационно опасного объекта, стал только потому, что твердо был уверен, что директором должен быть тот человек, который понимает, что такое радиационная безопасность. В этом объекте это самое первое. И поэтому он всегда был впереди, всегда со своим мнением, даже если оно отличное от мнения других, не боялся высказывать, будучи один против всех. Для меня Володимир Григорович, моей співпрацей с ним, член Громадской Ради, я не працював с ним, как с директором, я отверто про это скажу, но как член Громадской Ради, это глиба, это человек с опытом, человек с опытом, человек с опытом. Это всегда человек, который выражал позицию, четко, понимая, рассчитывая все риски и дающие парады с точки зрения своего опыта как керевника. И до этих парадов всегда было было прислушаться. Это, конечно, втрата для города, втрата шаленна. Таких людей найти очень сложно. Людина, которая прошла свой життевый шлях, мала шаленый досвід и готова ним ділитись. И он всегда был активным. Он был активным до последнего дня, мы с ним общались, общались как на Громадской Раде, так и за межами ее деятельности. Это велика втрата для города. Славутич втратил своего великого земляка, но светлая память про него будет жить.